Некоторые люди в определенном возрасте сталкиваются с проблемами ухудшения зрения, а другие имеют их с рождения. Носить очки не всегда удобно и не всегда полезно. Кроме того, они, очки, не оказывают лечебный эффект, а лишь помогают. В некоторых ситуациях современная медицина предлагают уникальные процедуры по коррекции зрения на инновационном оборудовании. Другие более серьезные глазные болезни требуют немедленного лечения, например, катаракта, лаукома. Есть несколько популярных центров, специализирующихся конкретно на глазных заболеваниях. В них работают лучшие специалисты, которые установят причину, поставят диагноз и проведут эффективное лечение. В Беларуси это прежде всего медицинский центр «Новое зрение». Первая клиника «Новое зрение» появилась в 1999 году в Минске. В 2019 году мы говорим уже о сети клиник, география оказания квалифицированной, а в термологической помощи расширилась многократно. Клиники функционируют в Республике Беларусь, Украине, в странах Балтии, России, Германии. «Новое зрение» сегодня – это клиника, основные принципы работы которой – профессионализм докторов и оснащенность самыми актуальными техническими решениями. Наиболее востребованной процедурой среди молодого населения является лазерная коррекция зрения. Операция проводится на роговице, максимально доступной для вмешательства ленте глаза. Если описывать процедуру сухим научным языком, то это изменение преломляющей силы оптической и парооптической зоной путем программируемого испарения клеток стромы в заданных участках посредством эксимерного лазера. В итоге человек получает такую естественную линзу, которая компенсирует оптические особенности глаза пациента. Термины «близорукость», «дальнозоркость», «астигматизм» пациент забывает навсегда. Основные этапы на пути к хорошему зрению пациента – это диагностическое обследование и сама операция. Поговорим подробнее о каждом из них. Диагностическое обследование длится в среднем около двух часов. В ходе него собирается более ста параметров о зрительной системе пациента. Работа диагностического отделения организована таким образом, чтобы полностью исключить очереди и дать возможность доктору обследовать и консультировать пациента ровно столько времени, сколько требуется для выставления точного диагноза и разбора клинической ситуации. Илья Петрович Снопок – врач-офтальмолог, хирург первой категории, заместитель директора по медицинской части, стаж работы более 10 лет, сфера профессиональных интересов, рефракционная хирургия, функциональная диагностика сложной глазной патологии, проблемы патологии глазного дна, лазерное лечение, патология сетчатки и переднего отрезка глаза, консервативное лечение глазных болезней. Член Европейского общества рефракционной и катарактальной хирургии регулярно стажируется в офтальмологических клиниках Швейцарии, Англии, Литвы и Украины. Основное обследование перед лазерной коррекцией зрения – это кератотопография. Простым языком – это формирование 3D-модели роговицы с картой перепада высот задней и передней поверхности. Специальный прибор снимает данные в 22 тысячах точек, из которых формируется объемная модель роговицы. В клинике «Новое зрение» кератотопография двухэтапная, с использованием двух приборов – окулайзер и тополайзер. Первый этап – это диагностическая кератотопография, анализируя данные которой, хирург принимает решение о возможности проведения процедуры и долгосрочных прогнозов. Исследуется толщина роговицы в разных зонах, ее профиль, каркасные функции. Второй этап включает в себя хирургическую топографию и выполняется только тем пациентам, которые планируют операцию. Данные, собранные двумя топографами, по сети отправляются в лазерную установку, где на основании этих значений формируется номограмма – индивидуализированная программа для работы лазера. Тот ориентир, по которому он будет испарять клетки роговицы и формировать ее новый профиль. Номограмма для каждого глаза индивидуальна. При расчете программы коррекции учитывается пол, возраст, степень аномалии рефракции, вид профессиональной деятельности. Сложный термин. Не всем и не всегда понятно. Ведь главное, что волнует пациентов – конечный результат. Что же представляет собой сама операция? Процедура занимает не более пяти минут на оба глаза. Это немаловажный аспект. Меньше время операции – меньше операционный стресс для пациента. В клинике выполняется метод холодной лазерной коррекции, максимально щадящий для окружающих тканей. Температура в зоне абляции, в зоне испарения клеток не повышается. В наших клиниках выполняется топографически ориентированная абляция на основании технологии Contura Vision американской фирмы Alcon. Для удаления одной диоптрии близорукости, дальнозоркости, астигматизма лазеру требуется не более одной секунды. Сейчас это самая быстрая лазерная установка в мире. В итоге мы имеем более высокую точность в проведении лазерной коррекции зрения, защиту от источника яркого освещения, сохранение технологии холодной лазерной коррекции и фотохимическую защиту от свободных радикалов при проведении операции. Лазерная коррекция – это плановая процедура, которая в идеальном варианте делается раз и навсегда. Диагностическое обследование и операция могут быть проведены за один день. Как Вы уже смогли убедиться, высокий уровень и предсказуемость после операционного результата – основной отличительный показатель сети клиник «Новое зрение». Такие качества в работе достигаются благодаря слаженному труду высокопрофессионального коллектива, внедрению современных подходов и новейшего технического оснащения. Безопасность хирургии во многом зависит от ресурсов и возможностей хирургического микроскопа. Светлана Алексеевна Шарафанович – врач-офтальмолог, хирург высшей квалификационной категории, заведующая консультационно-диагностическим отделением в городе Бресте. Стаж работы в офтальмологии более 20 лет. Сфера профессиональных интересов – диагностика глазной патологии, катарактальная хирургия, хирургия глоупомы, хирургия косоглазия, эстетическая хирургия ВЕК, участник республиканских и международных офтальмологических конференций, член Белорусской ассоциации врачей, отличник здравоохранения Республики Беларусь. Наша клиника стремится максимально дать хороший результат послеоперационным нашим пациентам и при этом прогнозируемый результат. Вот для того, чтобы были точные прогнозы, в нашей клинике в начале января нашего нового 2019 года появилось новейшее оборудование, оптически конкурентный томограф, причем с системой сканирования хориолитинального и витриолитинального режима. Эта система очень помогает нам в точнейшей диагностике сложнейших структур, как сетчатка и стекловидное тело. Чем хорош этот аппарат? Аппарат последнего поколения, выпущен только в конце 2018 года, и вот уже в январе 2019 года он на базе нашей клиники. Да, оперативно. Вы знаете, что мы все новинки внедряем сразу же с линии на диагностику. Нам этот аппарат очень нужен был, потому что развивается большими темпами витриолитинальная хирургия и нужно знать, с чем мы сталкиваемся. Некоторые структуры глаза на старых аппаратах не очень качественно видны. Этот аппарат дает нам высочайшую диагностику. 27 тысяч сканов в секунду. Мы видим онлайн-картинку сетчатки стекловидного тела. Мы можем выбрать любую интересную нам зону, как по вертикальному скану, так и по горизонтальному. То есть этот аппарат дает точнейшую диагностику, то, что нам нужно. Причем он снабжен системой ангиографии, то есть он тут же высчитывает параметры сосудистые, накладывает их на программу и дает точнейшие показатели. Чем хорош аппарат? Работает очень быстро, самонаводящийся, полностью автоматизированный. Плюс он снабжен русскоговорящим сопровождением. И уже не доктор разговаривает с пациентом, а сам аппарат говорит, что нужно делать пациенту. При этом происходит обследование очень быстро, очень точно. Невероятно, но мы убедились, что это факт. Лично в течение минут десяти прошло обследование на себе. Смотрите на центр зеленого трестика и моргайте спокойно. Спасибо, можете моргать спокойно. Значит, я здорова? Здорово. Очень хорошо. Спасибо, дорогая машина. Кроме того, что аппарат дает нам показатели сетчатки, стекловидного тела, есть также режимы для диагностики зрительного нерва, глоупоумы, все параметры, которые нам нужны. И, что немаловажно, для диагностики переднего отрезка глаза. Показывает нам толщину роговицы, строение угла передней камеры. Все необходимы сейчас очень много онкологии. Онкологии как переднего, так и заднего отрезка глаза. Вот этот аппарат необходим для диагностики между доброкачественными и злокачественными образованиями. То есть очень много спектров офтальмологии нам помогает, он диагностировает. Аппарат очень хорош тем, что сам настраивается на короткие и длинные глаза. Абсолютно свободно можно сделать все режимы обследования при близорукости в минус 25 диоптерий и при дальнозоркости в плюс 25 диоптерий. При этом аппарат не обладает никаким излучением на пациентов. Нет абсолютных противопоказаний при наличии кардиостимуляторов или других имплантатов в организме человека. Вот такая новинка у нас появилась. Пациенты, которые прошли этот аппарат, очень довольны. Это первый аппарат в Брестской области, который снабжен ангиографическим компонентом. Индивидуальное обследование прошел и Владимир Григорьевич Кисельков. Сегодня его зрение практически в норме. Совсем недавно, в 2019 году, ему прооперировали два глаза. Говорит, что и в юности так не видел. В 2018 году я почувствовал резкое улучшение своего зрения. И понял, что мне надо обратиться в клинику. Выбрал клинику, бывая зрение. Выбрал ее не случайно. Уровень аппаратуры, который здесь, замер глазного дна, остроты и зрения, сами таблицы. Я видел такие только здесь. То есть цифры, освещенность, подбор. Ну и сам персонал, когда мне, мой лечащий врач, она же является и заведующей хирургией этого отделения, Светлана Алексеевна, объяснила мой диагноз. Причем объяснила очень профессионально, доступно. Мне стало понятно, что мне надо делать операции. И объяснили, что нужно удалить катаракту и заменить хрусталики. На правом глазу у меня оставалось зрение всего лишь 40%. А на левом глазу 15%. С 17 января мне сделали на правый глаз. И 24, то есть вчера, января мне сделали на левый глаз. Удивительно, что после того, как делают операцию, вот сегодня 25, я сразу проверяю зрение. И вы сами видите, что зрение ваше улучшается. Значит, в настоящий момент правый глаз у меня видит единицу, 100%, а было 0,4. И левый глаз, который вчера был оперируемый, он был 0,15, то есть 15% зрения. Он сейчас видит после операции на сутки 0,7-0,8 с натяжкой. Есть надежда, что он тоже будет видеть единицу. Недавно прооперировали и удалили катаракту и Надежде Васильевне Ломака. Готовится ко второй операции, ведь видит четко в элегантном возрасте на взгляд Надежды Васильевны еще важнее, чем в молодости. Тем более ей, как жительнице другого района, предоставили и гостиничный номер. Я убедилась, что да, да, здесь все прекрасно. Вы приехали на обследование? Да, да, вначале мы взять, привез на обследование меня, проверили и назначили операцию. Надежда Васильевна, как прошла операция? Ну, прекрасно. Я говорю, под музыку в Вивальде. Сергей Алексеевич, вы прекраснейший человек, вы настоящий специалист. Это чувствуется во всех ваших движениях, во всем вашем ритме работы. Все у вас. Я желаю вам только счастья, Божьей благодати вам, чтобы все было у вас хорошо. Но я думаю, у вас все будет еще лучше. И вашему всего прекрасному персоналу. Стоит учесть, что несмотря на высокую стоимость новейшего оборудования, на ценовой политике клиники это не отразится. Ведь основная цель работы профессионалов-офтальмологов медицинского центра «Новое зрение» – высокий послеоперационный результат и благодарный пациент. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова